Заработать на святом умудрились свердловские строители и чиновники. Сразу несколько должностных лиц, чьи данные пока не установлены, обманули самую почитаемую категорию населения, ветеранов Великой Отечественной войны. Льготников необходимо было обеспечить квартирами, такую задачу поставил президент. В регионе процесс курировал фонд жилищного строительства, но, как выяснила прокуратура, в этом деле были допущены серьезные нарушения. В расчете с подрядчиками сотрудники фонда использовали незаконную схему. Деньги перечисляли, не дожидаясь фактической сдачи домов. В результате этих действий ветераны так и не получили ключи от своих квартир. Кроме того, серьезный ущерб нанесен областному и федеральному бюджетам. Всего в рамках проверки выявлено 13 таких контрактов, по которым строительство жилых домов не завершено и находится в различной степени готовности. По предварительным данным, причиненный бюджет и ущерб превышает 117 миллионов рублей. Контракты заключались с 2007 по 2012 год. 13 недостроенных объектов находятся в Екатеринбурге, Серове, Красноуфимске, Верхотуре, Невьянске и других городах. К примеру, в июне 2010-го был заключен договор на возведение дома по улице Электриков в столице Урала. Жилье должны были сдать не позднее октября 2010-го. Здание до сих пор недостроено, но подрядчик уже получил от фонда 29 миллионов рублей. Разобраться с недобросовестными застройщиками попросил зам генпрокурора России Юрий Пономарев. А накануне Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по статье «Халатность». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!